Приветствую вас! Отвечая на вопрос, который вы задаете, можно подходить с очень разных сторон. Я бы не сказал, что их много, именно много сторон. Но то, что они разные, это совершенно точно. Если мы говорим с позиции личностного подхода, то совершенно очевидно, что вы испытываете неудовлетворенность. Вам не кажется, что вы свободны. Вам не кажется, что у вас все в порядке. Вам не кажется, что вы самостоятельны. Вам не кажется, что вы как-то сами отвечаете за свою жизнь, за себя. И вообще, вам кажется, что отчасти вы, наверное, еще в каком-то детстве, когда за вами наблюдают, пусть и в некоторой степени пассивно родители, пусть не ваши родители, но в любом случае более взрослых, под которых вы обязаны подстраиваться и так далее. То есть, с точки зрения личностного подхода, можно говорить о том, что вы неудовлетворили. И неудовлетворенности эту можно купировать так, как вам угодно. Например, можно попробовать наладить отношения с родителями и, так сказать, интегрировать в отношения с ними то, что вы сами хотите. То есть, можно наладить с ними быть так, чтобы они вам доверяли, чтобы они, может быть, делали бы так, как этого вы хотите. То есть, речь идет о чем? О том, что вы можете с ними подружиться, близиться, и, в общем-то, все будет великолепно, а не отдалясь. А, то есть, превратить вынужденное проживание с родителями в, ну, скажем так, взаимовыгодное партнерство. Это, в принципе, один вариант. Второй вариант – это подумать о том и подумать как следует, о том, как бы вы могли, допустим, приобрести новое зелье сами. Чем быстрее, тем лучше. Здесь, конечно, можно и нужно разговаривать с мужем. Здесь, конечно, можно и нужно обсуждать этот вопрос с ним, с мужем. Потому что это не только ваша задача, это не только ваша забота, но это, безусловно, и его забота тоже не менее важная, не менее приоритетная, чем ваша. Но здесь следует отметить, что мужчина сам по себе это такое существо, которое никогда не будет менять то, что работает. и если его хоть как-то, хоть немного устраивает то, что вы и он сейчас имеете, если вот хоть немножко его это все устраивает, то можно можно говорить к сожалению о том, что мужчина менять ничего не будет. И тогда уже ответственность за то, чтобы что-то менять лежит целиком и полностью на вас. то это на вас есть ответственность по выводу по выводу мужчины за пределы комфорта ибо комфорта. Я полагаю, что это процесс ну такой не самый легкий конечно же ну и по-другому вряд ли вы сможете как-то ситуацию поменять потому что еще раз повторяю если мужчина все устраивает он менять ничего не будет потому что мужчина он как устроен у него такая вот конституция психологическая и с этим опять же ничего не поделать. Далее я бы хотел сказать вам о том уже непосредственно как бы о вас да теперь поговорим если вы допустим выбрали этого мужчину своего мужчину да для заметного проживания то есть вы вышли у него замуж да и так далее если это так то наверняка вы же знали о том что вот значит возможности жить отдельно нет вы же на это соглашались именно именно как раз вот в контексте своего мужа вы соглашались на это и значит вы принимали его ну как как минимум таким какой он есть с его невозможностью обеспечить вас жильем ну жильем отдельно жильем да вот сейчас получается такая ситуация что вы его как будто бы не принимаете сейчас будет такая ситуация что вы как будто бы своего мужа перестали принимать таким какой он есть ну то есть не знаю может быть вы ну может быть разочаровались в нем может быть страсти в глаз может быть конфликты какие-то у вас ну наблюдаются я бы это скажу чуть позже то есть есть какие-то обстоятельства которые заставили вас перестать принимать своего мужа таким вот ну какой он есть и это опять же не то чтобы прям нормально но это естественный процесс то есть нельзя говорить что вы не правы в этом если вы перестали его принимать ну значит он вам не подходит и значит скорее всего что дальнейшая жизнь с ним в любом случае будет состоять из вот этих вот самых претензий которые у вас сейчас к нему уже имеются и здесь очень важно чтобы вы вот этот момент сами для себя выделили выделили что я перестала своего мужа принимать таким какой он есть вот перестала я его принимать таким какой он есть ну он в этом не виноват и я не виноват просто перестала и просто в этом нужно себе признаться в таком случае понимаете потому что вас ведь не родители сами-то по себе раздражают вас раздражает антураж вас раздражает то что непосредственно связано с родителями я имею ввиду вот поэтому данный аспект мне представляется важным обязательно застричь обязательно выделить в отдельный такой момент да вот то есть тоже может быть с мужем поговорить отдельно выехать куда-то на пару дней отдохнуть немножко вспомнить кто вы друг для друга вот такие знаете довольно достаточно стандартные в общем процедуры которые рекомендуются в таких случаях для того чтобы вспомнить кто вы вообще друг для друга да вот дальше дальше что я вам хотел сказать дальше муж говорит признать быть стервой стать добрее ничего делаешь проблемы слишком сильно обращаешь на все внимание вот это следующий момент на который я хотел бы обратить ваше внимание уже я дело в том что позиция вашего мужа здесь такова что он не принимает вас он не прислушивается к вам и он не пытается судя по всему вас поддержать и это плохо потому что мало того что он получается как бы игнорирует то что вам не по себе мало того что он получается как бы не придает значение тому что вас волнует так он еще и заставляет вас быть кем-то другим то есть он хочет чтобы вы были другой он хочет чтобы вы перестали быть стервой но при этом при этом он как бы игнорирует тот факт почему вы так себя ведете вы так не всегда и получается что мужчина игнорирует ваше желание и вот это на самом деле признак того что мужчина с вами не хочет быть мужчины это признак отчасти того что вы не чувствуете себя с ним защищенный это признак того что вы чувствуете себя с ним скорее внестабильности вне такой нестабильности и вот здесь здесь нужно вам опять же поскольку ну поскольку вопрос задаете вы вам нужно для себя решить вот у меня такой муж такой мужчина не будем говорить сейчас хороший ли плохой ли да мы не будем этого говорить сейчас всего не нужно вам этого давайте мы лучше скажем по другому у меня вот такой муж вот такой он у меня который не будет предоставить отдельное жилье да я вынужден жить с родителями который не принимает меня мои желания да который ну вот не обращают внимание на то чего я хочу например который как бы принесает мои потребности вот так вопрос заключается в том а нужен ли мне вообще такой мужчина хочу ли я таким мужчиной быть это вообще мой человек или нет понимаете если он понимает меня он хочет делать что-то ради меня он как-то начали на меня вообще есть какая-то может быть ну перспектива да вот перспектива в том как в какой ситуации я сейчас оказался если перспектива есть это равно если мужчина вам перспективу ну как-то вот дает это ладно хорошо если эта перспектива есть а если перспективы если перспективы нет ну вот нет перспективы и тогда что зачем вам тогда с этим мужчиной опять же быть для чего вы себя будете как-то ломать вы себя будете держать да тем самым провоцируя у себя появление невроз невроза ну создавая предосылки для появления невроз и зачем это все ради чего понимаете это вот тоже такой очень важный на мой взгляд момент потому что если вы что-то делаете если вы зеркнуете чем-то ради допустим другого человека то нужно по возможности всегда четко представлять себе значит почему вы это делаете потому что если себе не представлять этих вещей то могут быть проблемы и о некоторых проблемах я вам в принципе уже сказал о некоторых проблемах это не единственное дальше значит вы пишите дело в том что меня все у них начало разгромят прямо иногда за собой замечаю что ненавижу их не знаю в чем дело хотя ничего плохого они мне не сделали давайте так с какого-то момента вы стали ненавидеть испытывать родителей значит своего мужа с какого-то момента вы стали испытывать к ним злость эта злость появилась не просто так у нее есть свои причины у нее есть свои особенности у нее есть свои обстоятельства нужно чтобы вы опять же подумали порефлексировали на тему того что именно что конкретно вызывает вас раздражение то есть вот вы злитесь на родителей мужа понятно злитесь на родителей но но что стоит за что дальше за раздражением что стоит вот что важно понять давайте чтобы увидеть чего именно родители мужа вас по вашему мнению лишают и когда если вы это увидите чего родители его вас лишают по вашему мнению вот тогда вы и сможете понять как же вам двигаться дальше либо вы пытаетесь получить это против чего они вас лишают либо вы понимаете что что ну вот родители мужа они такие с этим ничего не поделать и вы просто напросто смиритесь с тем фактом что сделать ничего нельзя именно вот если мы говорим с вами в этом контексте можете ли вы что-то изменить можете ли вы как-то приблизить себя к объекту от которого вас родители мужа получается отдаляем или нет если то нужно скорректировать ваше поведение если нет то нужно подумать насколько этот объект для вас важен если важен сильно опять же опираться при этом решении нужно только на себя не на мужа не на родителей не на ваше будущее возможно совместное только на себя если для вас это важно то либо выходить из этой ситуации из ситуации в которой вы не можете реализовать то что вам нужно я думаю что муж если он вас например любит если он например хочет быть с вами действительно хочет быть с вами то я думаю что он разделит ваши товарищи ну а если не разделит опять же ну здесь вопрос в том насколько этот человек действительно ваш насколько этот человек действительно надцелен на вас и насколько с этим человеком у вас возможность что-то построить я думаю так можно ответить вам на ваш вопрос здесь важно еще чтобы вы сами себе ответили на другую важную вещь а именно thì вот у меня есть муж это тот мужчина которого я хотелось бы видеть рядом с собой или нет а если это не тот мужчина которого я хотела бы видеть рядом с собой если это другой мужчина если он не тот Зачем он мне тогда? Понимаете, вот это все, вот на эти все вопросы, как раз таки, вам и нужно подыскать ответы. И когда вы их найдете, когда вы увидите ответы на эти вопросы, то я думаю, что вы быстро достаточно скорректируете свое поведение. Потому что разразление это уже явно признак того, что то, что с вами происходит сейчас, в данный момент, не соответствует тому, чего вы хотите. Я про мастера тревожный знак. И тревожный знак, в первую очередь, для мурия, для вашего мурия. Не для вас, для вашего мурия. Вот и вести себя нужно так, что этот тревожный знак не для вас, а для вашего мурия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...